Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Добровольский. Сегодня у нас на обзоре OnePlus One в редакции JBL. Компания JBL занимается профессиональным звуком, поэтому со звуком у смартфона все тип-топ. Этот смартфон должен был попасть на gadgetmco.ru давным-давно, почти год назад. Тем не менее, попал он только сейчас, но мы его не пропустили. Поэтому делаем обзор. Начнем, как обычно, с распаковки. Поехали! Очень красивая коробочка красная. В ней сам смартфон. Дополнительный лоток, в который можно вставлять наносим. Блок зарядного устройства. Инструкции. Такая интересная маленькая конежоночка. Скрепка для лотка для сим-карты в резиновом чехле. Кабель USB-Micro-USB. И бонус. Гарнитура JBL. Очень крутая. Давайте посмотрим, какие у смартфона внешние управляющие элементы. Итак, на верхнем торце находится только мини-джек для наушников и гарнитуры. На правом торце находится кнопка включения-выключения питания смартфона. На нижнем торце находится micro-USB-порт и основной мультимедийный динамик, представленный в виде двух маленьких колоночек под решетками. На левом торце находится качелька регулировки громкости звука и лоток для сим-карты. На фронтальной панели все стандартно. Основную площадь занимает экран 5,5 дюймов диагональю. Над экраном находится основной разговорный динамик, датчики, фронтальная камера. Под экраном находятся три тач-кнопки, контекстное меню, домой и назад. На задней панельке также все стандартно. Основная камера, сдвоенная светодиодная вспышка, логотип OnePlus и логотип GBL. Также какие-то мелкие служебные надписи. Перейдем к техническим характеристикам. Что из себя представляет OnePlus One? Есть поддержка высокоскоростной передачи данных LTE. Сим-карта одна, микросим. Дисплей имеет диагональ 5,5 дюймов и разрешение Full HD, что составляет 401 ppi. Дисплей имеет защиту Corning Gorilla Glass 3. Операционная система Android 4.4.2 KitKat, поверх которой установлено Cyanogen Mode 12. Чипсет Qualcomm Snapdragon 801. Четыре ядра по 2,5 ГГц. Графика Adreno 330. Внутренней памяти 16 или 64 ГБ, оперативной памяти 3 ГБ. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп. Аккумулятор имеет емкость 3100 мАч. Он незаменяемый. Ну и давайте расскажу про выводы по OnePlus One, GBL Edition. Долго я ждал этот аппарат OnePlus One, хотел с ним поиграться. Чипсет мне уже знакомый, 801 Snapdragon. Все с ним в порядке. Достаточно мощный чипсет, до сих пор достаточно мощный чипсет. Входит в топ-10 по рейтингу Antutu. Что из себя представляет смартфон по остальным параметрам. Что касается внешнего вида, то здесь аппарат не подкачал. Очень красивый девайс. В редакции GBL задняя крышечка, она такая бархатная. Как будто бы не пластик нифига, а как будто бы действительно бархат. Ткань. Очень приятный. Все кажется, что затрется. Не, не затирается, все нормально с ним. Далее. Компания Oppo очень сильно постаралась для того, чтобы сделать дизайн модельки OnePlus One очень интересным. Почему я говорю компания Oppo? На самом деле OnePlus One это Oppo One. Компания OnePlus не существует. Существует подразделение Oppo, которое названо OnePlus. То есть это не отдельная компания. Все смартфоны OnePlus One производятся на мощностях компании Oppo. Это чтобы не было заблуждений. Потому что многие думают, что OnePlus это компания, являющаяся детищем, отколовшегося от Oppo человека. Какого-то там топ-менеджера на самом деле нет. Это всего лишь маркетинговый ход. Не обольщайтесь. Это аппарат Oppo. Но в этом ничего плохого нету, потому что аппараты Oppo и вот этот конкретно OnePlus One, созданный на основе Oppo Find 5, это очень крутые аппараты. И здесь все, собственно, отточено, все сделано здорово и никаких проблем нету. Но здесь стоит оболочка ценогенмод. Такая, мне показалась она не самым удачным решением. То есть голый Android, он как-то вот поинтереснее, пофункциональнее. Например, когда вы хотите увеличить или уменьшить яркость дисплея, то вы вызываете шторку, и у вас появляется яркость. Это в Android. В iOS. Когда вы хотите увеличить или уменьшить яркость, вы вызываете шторку снизу, и у вас появляется ползунок яркости. Когда вы хотите, допустим, в LG Optimus UI, там, в этой оболочке, или в Xiaomi MIUI, точно так же яркость измените, вы точно так же шторку вытягиваете и изменяете яркость. Для того, чтобы в CNA Gen Mode на OnePlus One изменить яркость, нужно вызвать шторку. Войди в расширенное меню, нажать. Появится список иконок, которые обозначают, ну, настройки быстрые. Дальше жмете уже яркость, и потом только у вас появляется этот ползунок. То есть на два клика больше. А это самое основное действие, которое я совершаю по настройкам. Изменение яркости. Почему? Потому что, если вы вставляете автоматическую яркость, я смартфоном пользуюсь уже сто лет в обед, она никогда правильно не дает нужное значение. То экран ярче, то тусклее. Когда нужно подправить его самому, всегда приходится это делать. То есть никогда автояркость не попадает так, как мне надо. И к тому же автояркость, она кушает батарейку очень здорово. Поэтому я ее как начал отключать в своем первом смартфоне, так и до сих пор она у меня никогда не установлена в значении авто. Поэтому я часто достаточно меняя яркость, почитать перед сном, на солнышке там позвонить, что-то с телефоном сделать там или в интернет сходить. И поэтому мне нужен этот параметр часто. И я вот здесь вот натыкался на то, что я вытягиваю шторку, потом мне нужно вызвать расширенный список быстрых настроек, потом только мне зайти в настройку яркости, потом только мне покрутить в ползунок. То есть таких моментов здесь достаточно. В этом цена гения, я думаю, поэтому люди наконец раскусили, что Android стал гораздо лучше с годами. С точки зрения юзабилити, это прекрасная система. В Android сейчас нет вообще никаких юзабилити проблем на самом деле. Вот реально нет. Как только сделали кнопку вместо контекстного меню, кнопку вызова запущенных приложений, стало все вообще совсем хорошо. То есть не нужно долгих нажатий. Здесь все еще нужно долгое нажатие, но не на кнопку домой, а на кнопку контекстного меню, чтобы вызвать список запущенных приложений. Это мне, конечно, не очень понравилось, потому что я вот обновил свой Xiaomi Mi 4, там раньше на домик нужно было жать, чтобы вызвать себе приложение. И также тут крестик появлял, чтобы закрыть сейчас. В Mi 4 такого нет. Сейчас точно так же жмешь на кнопку, там нарисованы три строчки такие, это список запущенных приложений, а не выскакивает. Ничего, давить не надо долго. То есть удобнее даже, чем в iOS. В iOS-е там два раза кнопку надо домой жать. Потом смахивать там 20 тысяч запущенных приложений в Android нет. Нажал один раз, нажал крестик, все закрылись. Все абсолютно. Это очень удобно. Можно поодиночке закрывать, но очень удобно, что можно закрыть все. В этом плане iOS, конечно, мне менее импонирует. Хотя у меня на планшете стоит семерка, поэтому я не знаю, может быть, я не обновлялся. Но там сделали закрытие всех приложений одним нажатием, ну, по крайней мере, так пока у меня. Что можно сказать про дисплей? Дисплей шикарный, 5,5 дюймов, Full HD, 401 ppi. У меня абсолютно такой же дисплей один в один в моем втором телефоне LG Optimus G Pro. И до сих пор меня все устраивает. Я говорю, после 400 ppi ничего уже не видит глаз, мой придирчивый глаз доволен, поэтому все, что выше 400 ppi на размере до 6 дюймов, это достаточно за глаза. Что касается звука, то, конечно, я не слушал оригинальные OnePlus One без приставки JBL. Но я знаю, что компания JBL делает хорошие мониторы. Мониторы не в смысле изображения, а в смысле звуковые мониторы. То есть в 5D кинотеатрах, если зайдете в самый распространенный комплект, там JBL ставят. Потому что 5D кинотеатры, они продаются сразу комплектом. То есть вы заказываете, допустим, у белорусов, вам ставят в комплект идут JBL, весь кинозал вот этот вот с креслами, с водой, с установками всеми и с платформой. То есть уже готовое решение, не нужно ничего отдельно собирать. И там самые распространенные JBL, то есть надежные, качественные колонки, надежные, качественные мониторы, будем говорить правильным языком. Вот здесь стоит достаточно хороший внешний звук, то есть вот эти вот динамики достаточно хорошо играют, вот честно. То есть мне показалось, что из того, что было последнее на обзоре, то есть это одни из лучших динамиков. Здесь вообще нет никаких проблем, все слышно, очень хорошо и удобно смотреть кино. И звук в наушниках тоже хороший. Я вот так вот прям не вслушался там до, не знаю, до герца, да, там до 10 герц. То есть я слышу, что звук отображает то, что я там написал, да, я музыкант, я знаю, как должен звучать трек. Я слушаю его и получаю, в принципе, то, что я и писал, да, то есть совершенно правильное отображение, мне это нравится. Поэтому звук здесь очень качественный. Возвращаясь к производительности, к чипсету Snapdragon 801, ну никаких проблем нету. То есть никаких проблем. Все проблемы на этом чипсете возникают только из-за программного обеспечения, потому что этого чипсета достаточно на все. Этот чипсет стоит в разных абсолютно смартфонах. Где-то он работает идеально, вообще ничего не тормозит, где-то что-то подлагивает, где-то, ну так, средненько. Так вот, на Xiaomi Mi 4 вот стоит этот чипсет, ничего не тормозит, вообще нигде ничего не подлагивает, идеально. Здесь этот чипсет стоит, то есть то же самое, тот же самый процессор внутри чипсета, та же самая графика внутри чипсета, то же самое количество оперативной памяти, 3 гигабайта. И было удивление мое, когда я запустил игру Real Racing 3, и она начала подлагивать, как будто я на китайском планшете с одним гигабайтом оперативы, с каким-нибудь чипсетом MTK старым, древним, и вот так вот вроде едет, да, но так вот... То есть невозможно, такой плавности, знаете, ощущения машины нету. То есть вы как-то вот реагируете вот дерганно, как будто там кадров 15 идет в секунду, совершенно не 25, не 30. В остальных играх этого нету. То есть вот такая вот аномалия. Но опять же, это разработчики, это драйвера, как написали, так и работает. То есть все зависит, конечно же, от разработчиков. Как адаптировали под это железо свои дрова, свою накладку Cyanogen, так она и работает. Я скажу сразу, если вы не испытываете какой-то особой любви Cyanogen, то уберите просто голый Android, аппарат на голом Android. Если у вас... вам вообще пофигу. На самом деле-то все работает, приложения вообще летают без проблем. Если хотите попробовать, что такое Cyanogen, то берите OnePlus One. Вот, ну готовьтесь. Шторку вам придется вызывать, потом еще раз тыкать, чтобы изменить яркость. Ну, у кого авто, то эти действия совершать не придется. Сама красота, обалочки, конечно, не ахтим. То есть единой картины, единых стилей нету. То есть как в Xiaomi MIUI, такого нету. Или как в LG Optimus UI. Даже как в Android нету. То есть она такая, у нее какие-то стилистические решения из прошлого. Там, не знаю, год назад какие были иконки. Какие-то решения из современности. В общем, такая солянка сборная. Красоты и единства нету. Вот такой вот Cyanogen. Естественно, тестируя камеру, провел фото-битву. Сражались OnePlus One и Xiaomi Mi 4. Xiaomi Mi 4 был обновлен до последней реальной надежной прошивки. И, соответственно, мне самому было интересно, как он себя покажет. Фото-битва показала то, что этот смартфон снимает очень хорошо. Но, опять же, девелоперы CyanogenMod накосечили. То есть, когда смартфон снимает небо, ну, например, вы поднимаете вот так вот и фотографируете крону березки. Да, то есть, что там сверху. А за кроной небо. То небо становится фиолетовым. Это вот распространенная ошибка любых цифровых камер. Если они не уделили разработчике достаточно много внимания этим камерам и софту, то такие вот ошибки появляются. У профессиональных камер такого, конечно, нету. Я не говорю, что Xiaomi Mi 4 это профессиональный фотоаппарат. Но, тем не менее, этой ошибки в нем нету. И нету у основной когорты аппаратов, которые я тестировал. Ну, вот еще у Nokia 930 такая ошибка очень сильно проявлялась. Ну, так уж сильно она больше ни у кого не проявлялась. Вот. И все, что касается фотографий с небом, да, то есть, когда много света, много контраста на поле, когда снимаешь, то, конечно, начинается уход неба фиолетовый. Где-то сильнее, где-то слабее. Кто-то это заметит, кто-то нет. Но в фотобитве, в принципе, я за это баллы снимал. Далее, что интересно, он... Я проводил съемку до обеда. Соответственно, свет солнечный до обеда имеет холодный оттенок. Но если замечали, вы ходите утром в солнечный день, у вас там один картина мира выглядит не так, как если вы выйдете под вечер. Под вечер все теплее. И вот это все теплее начинается после обеда. То есть, спектр солнечного света приобретает более теплый оттенок. Так вот, снимал я до обеда, и все фотографии на OnePlus One выглядели, как будто я снимал после обеда. То есть, немножко теплее были фотки. Они настолько незначительно немножко теплее, что навряд ли 90% людей это заметят. Я-то просто работаю профессионально с графикой и с фотографией, и поэтому я это сразу вижу. Ну, как сразу? Конечно, я тоже присматриваю, что-то не то, да. То есть, там, вглядываюсь, анализирую. Вот, соответственно, Xiaomi показал достаточно хороший результат, потому что он перестал перезеленять кадр, что у него было раньше, да, на предыдущей прошивке. А этот вот, он такое утепление дает кадрам. И фиолетовое небо. Соответственно, опять же, это не косяки модуля. Это косяки разработчиков, и им надо эти косяки править. Ну, соответственно, с новым апдейтом, я думаю, эти косяки исчезнут. Так, в принципе, аппарат-то шикарный, на самом деле. Я говорю, дизайн мне очень-очень-очень понравился. То есть, такой мягкий, такой приятный. Ну, он не мягкий, естественно, это пластмасса, но ощущение мягкости из-за вот этой шероховатой, тактильно-вельветовой поверхности. Если вам смартфон понравился, то вы можете приобрести его. Внимание, в gadgetmho.ru. В gadgetmho.ru появился интернет-магазин. Давно я этого ждал, и это случилось. То есть, мы заключили партнерское соглашение с компанией мобилка.спб.ру, и теперь продаем телефоны. И не только телефоны, и камеры, аксессуары, и еще потом планшеты будут. В общем, покупайте у нас. У нас чуть-чуть ниже цена, чем у мобилка.спб.ру. Это сделано для того, чтобы покупали через нас. Она не сильная, там ниже, но, тем не менее, когда у тебя один клик, цена одна, другой клик, цена чуть-чуть ниже, естественно, человек выберет, которая пониже цена. Сделает клик туда. Если хотите что-то купить, заходите в gadgetmho.ru. Там в главном меню справа есть ссылочка «Магазин». Или просто слэш-шоп. Покупайте. Смотрите, наслаждайтесь. Покупка очень простая. Жмете «Добавить в корзину». Вас переносит в корзину мобилка.спб.ру. Мобилка.спб.ру занимается процессингом заказа. Если вы находитесь не в Петербурге, в любой точке России, то, соответственно, заполняйте форму, указывайте свой адрес. Система автоматически просчитывает, сколько будет стоить доставка до вас. И телефончик мы вам отправим. Такие дела. Надеюсь, обзор был полезен для вас. Подписывайтесь обязательно на канал YouTube, если вы этого еще не сделали. Оставайтесь всегда со мной. Я всегда с вами. С вами был Алексей Добровольский. До новых встреч. Пока.